Форум близится к концу. За окном уже стемнело, однако здесь, в газовике, по-прежнему шумно и весело. Участники мероприятия продолжают делиться друг с другом кусочками своей культуры. Куклы, ручные работы и задорные песни. Так встречают гостей интерактивной выставки представителей русской культуры. Рассказывают, событие действительно объединяет. Это прекрасно! Это такой подъем, такая радость. И вот мы действительно видим, что нам делить нечего. Мы единая семья. Мы все, ну, посмотрите на такие вот веселые, прекрасные, светлые лица. Нас общего много. Труд, любовь, отношение к родителям, хлебу. За столом по соседству знакомят с немецкой культурой. Здесь и шпрухи, религиозные высказывания, и национальные костюмы с затяливыми узорами, и традиционные этнические танцы. Многие участники коллектива имеют немецкие корни, поэтому участие в этнокультурном форуме особенно важно для них. Это сохранение культуры и наследия, которое мы передаем нашим детям, для того, чтобы в дальнейшем они могли это нести в своей жизни и продолжать традиции. Форум Оренетно проводится в Оренбуржье уже в седьмой раз. Это одно из мероприятий, которое проходит в рамках реализации стратегии государственной и национальной политики. Исходя из того, сколько сегодня мы увидели гостей в форуме, сколько увидели желающих прийти на итоговый концерт, мы можем сказать, что действительно стратегия выполняется благодаря поддержке губернатора Дениса Владимировича Пастора. На это выделяются определенные средства. Ну и, конечно же, благодаря тем людям, которые за это отвечают. Руководители гераспорта, представители нашего министерства, НКО, которые работают в этой области. В работе форума приняли участие представители всех 42 муниципалитетов региона, руководители национально-культурных общественных объединений, местных мусульманских религиозных организаций, классические дроби башкирского танца, огненная кавказская лесгинка и мотивы чувашских песен. После семинаров и дискуссий гостей ждал концерт День народов Оренбуржья с выступлениями творческих коллективов со всей области. Виолетта Широкова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.